С вами ВНР и сегодня мы подготовили для вас целую подборку книжек из наших фондов, которая посвящена изготовлению разнообразных игрушек своими руками. Можете делать их с детьми, дети могут это делать самостоятельно. Это особенно, конечно, актуально в новогодние праздники, когда можно свои поделки повесить на ёлку. Ну, самое простое и не требующее даже никаких книжек и навыков, это можно повесить в золочёную шишечку. Но, тем не менее, вот уже в конце XIX века, в 1896 году, в качестве приложения к журналу «Игрушечка» был подготовлен целый выпуск, который так и назывался «Что можно сделать для ёлки?». Дети могут делать для ёлки различные украшения. И по-научному к этому подошли. Как украсить ёлку? Займёмся украшением ёлки. Прежде всего, запасёмся материалом и инструментами, которые нужны для работы. И далее следует целый перечень материалов, инструментов. И разноцветные иглы, золотой и серебряный дождь, обёрточная бумага, шёлк, штопольная игла, ножницы, ножик и так далее. Но на самом деле, даже поделки, которые здесь приведены, они, может быть, даже многим из вас и знакомы. В своё время в советской школе точно делали такие простые цепи из бумаги. Собственно говоря, ничего кроме ножниц бумаги и клея для этого нет. Вот такие вот зигзагообразные цепи из разноцветной бумаги для украшения ёлки. Ну и, собственно говоря, в нашей библиотеке столько действительно подобной литературы, что можно и не только для ёлки делать, и из разных материалов делать. Мы подготовили для вас очень маленькую подборку. У нас очень много оцифровано подобной литературы. Как сделать кормушку для птиц, и как сделать индийское каноэ. Всё это есть в нашей электронной библиотеке. А вот несколько примеров. Уже в 20-е и 30-е годы очень популярная тема. Например, игрушки из пробок. Из пробок на самом деле можно сделать не только какие-то подставки для горячего, но и довольно сложные можно сделать вещи. Вот в частности здесь, в этой книге, целая железнодорожная станция, сделанная из пробок. Очень интересный материал – это спичечные коробки. Вот игрушки из спичечных, как тогда говорили, коробок. И тоже довольно интересные можно сделать вещи. Вот, например, можно сделать целый пароход из спичечных коробок. Сейчас меньше, конечно, используются спички, но используются. Ну и более сложные вещи. Более сложные вещи – это игрушки из папье-маше, например. И, конечно, высший пилотаж – это мягкая игрушка. Игрушки из ткани. Игрушки из ткани. Самые разнообразные. Но вот в этой книге представлена довольно сложная модель, например, корова из ткани. Для коровы самые подходящие цвета – рыжий, черный, коричневый – еще лучше сделать корову пегую. Но так как сшить игрушку из двух цветов материи довольно трудно в техническом отношении, это требует большой точности и четкости в работе, то сперва указывается, как сшить корову и ткани одного цвета, а потом уже как применить ту живую кругу двухцветной, то есть пегой коровы. Такие же приемы могут быть применены к шитью двухцветных собак, кошек, лошади, кролика и тому подобное. И в подробностях расписывается, как особенно резко надо отметить впадин между животом коровы передними лапами и так далее. Шейте, творите, выдумывайте вместе с детьми для детей и приходите к нам за новыми идеями. Субтитры создавал DimaTorzok